Шарль Ажье де Бац де Костельмор, граф Д'Артаньян, гасконский дворянин, сделавший блестящую карьеру при Людовике XIV в роте королевских мушкетеров. Биография «Детство и юность» Шарль де Бац Костельмор родился в 1613 году в замке Костельмор возле Лупияка в Гасконе. Его отцом был Бертран де Бац, сын мещанина Пьера де Баца, присвоившего себе после женитьбы на Франсуазе де Кусоль дворянский титул, отец которого Арнабац купил в графстве Физансак Костельморский замок, принадлежавший ранее роду Пуэ. Этот дом Минжадюр, господский дом, представляющий собой двухэтажное каменное строение, сохранился до сих пор и находится на границе графств Арманьяк и Физансак на холме между долинами Регдос и Желис. Шарль де Бац переехал в Париж в 1630-х годах под фамилией своей матери Франсуазе де Монтескью де Артаньян, происходившей из обедневшей ветви знатной семьи графов де Монтескью, потомков древних графов Физансак. Само скромное имение Артаньян возле Вик де Бегора в 16 веке перешло к Монтескью после женитьбы полона де Монтескью, шталмистера наварского короля Генриха Дальбри на Жакмете Дестин госпожа де Артаньян. Сам Д'Артаньян всегда писал свое имя с буквы «И» и всегда со строчной буквы. В бумагах королевских составителей генеалогии Дози и Ширена была найдена запись, что сам Людовик XIII пожелал, чтобы кадет гвардии Шарль де Бац носил имя Д'Артаньян в память об услугах, оказанных королю его дедом со стороны матери, что уравняло Бацов-Костель-Моров, которые во всех отношениях стоят несравнимо ниже Монтескью с Монтескью-Физансаками. Шарль поступил в роту королевских мушкетеров в 1644 году благодаря покровительству друга семьи, капитан-лейтенанта роты господина де Тревилля. Тоже гасконца, будучи мушкетером, Д'Артаньян сумел снискать покровительство влиятельного кардинала Мазарини, главного министра Франции с 1643 года. В 1646 году мушкетерская рота была расформирована, но Д'Артаньян продолжал служить своему покровителю Мазарини. Военная карьера Д'Артаньян сделал карьеру в качестве курьера кардинала Мазарини в годы после Первой фронты. Благодаря преданной службе Д'Артаньяна в этот период кардинал и Людовик XIV поручали ему много тайных и щекотливых дел, которые требовали полной свободы действий. Он следовал за Мазарини во время его изгнания в 1651 году в связи с враждебностью аристократии. В 1652 году Д'Артаньян был повышен в чине до лейтенанта французской гвардии, потом до капитана в 1655 году. В 1658 году он стал вторым лейтенантом в осознанной роте королевских мушкетеров. Это было продвижением по службе, поскольку мушкетеры были намного более престижными, чем французская гвардия. Фактически он принял на себя командование ротой. Д'Артаньян был известен своей ролью в аресте Николя Фуки. Фуки был генеральным контролером финансов Людовика XIV и стремился занять место Мазарини в качестве советника короля. Толчком к этому аресту стал грандиозный прием, устроенный Фуки в своем замке в Олевиконт в связи с окончанием его постройки. Роскошь этого приема была такова, что каждый гость получил в подарок лошадь. Возможно, данная наглость сошла бы Фуки с рук, если бы он не разместил в своем гербе девиз «каких высот не достигну». Увидев его, Людовик был взбешан. 4 сентября 1661 года в Нансе король вызвал Д'Артаньяна к себе и отдал ему приказ об аресте Фуки. Пораженный Д'Артаньян потребовал письменного приказа, который был ему вручен вместе с подробнейшей инструкцией. На следующий день Д'Артаньян, отобрав 40 своих мушкетеров, попытался арестовать Фуки при выходе из Королевского совета, но он пустил его, кинувшись с мушкетерами в погоню. Он нагнал карету на городской площади перед Нанским собором и произвел арест. Под его личной охраной Фуки был доставлен в тюрьму в Анже, оттуда в Венсенский замок, а оттуда в 1663 году, в Бастилию. Фуки охранялся мушкетерами под личным руководством Д'Артаньяна на протяжении пяти лет, вплоть до окончания суда, приговорившего его к пожизненному заключению. После того, как он так отличился в деле Фуки, Д'Артаньян становится доверенным лицом короля. Д'Артаньян стал использовать герб, разделенный на четыре поля. На первом и четвертом золотом поле черный орел с распростертыми крыльями. На втором и третьем поле на лазуревом фоне серебряный замок с двумя башнями по бокам. С наметом из серебра все пустые поля красного цвета. С 1665 года в документах его начинают называть граф Д'Артаньян. А в одном договоре Д'Артаньян даже именует себя кавалером королевских орденов. Каковым он являться не мог по причине худородства. Истинный гасконец вельможа в случае мог теперь позволить это себе, так как был уверен в том, что король не станет возражать. В 1667 году Д'Артаньян был повышен в чине до капитан-лейтенанта Мушкетеров, фактически командира первой роты, поскольку номинальным капитаном был король. Под его руководством рота стала образцовой воинской частью, в которой стремились приобрести военный опыт многие молодые дворяне не только Франции, но и из-за рубежа. В 1667 году за заслуги при осаде города Лея был назначен его губернатором. В должности губернатора Д'Артаньяну не удалось обрести популярности, поэтому он стремился вернуться в армию. Ему это удалось, когда Людовик XIV воевал с Голландской республикой в Франко-Голландской войне. В 1672 он получил звание полевого маршала. Гибель Д'Артаньян был убит пулей в голову при осаде Маастрихта 25 июня 1673 года в ходе ожесточенного боя за одной из укреплений. В безрассудной атаке по открытой местности, организованной молодым герцогом Монмутом, гибель Д'Артаньяна была воспринята как большой горе при дворе и в армии, где его бесконечно уважали. По свидетельству Пелесона, Людовик XIV был очень опечален потерей такого слуги и сказал, что тот был почти единственный человек, который сумел заставить людей любить себя, не делая для них ничего, что обязывало бы их к этому, а по свидетельству долине, король написал королеве «Мадам, я потерял Д'Артаньяна, которому в высшей степени доверял и который годился для любой службы». Маршал Д'Астрад, который много лет служил под командованием Д'Артаньяна, позже сказал, лучших французов трудно найти. После этого боя в присутствии Пьера и Жозефа де Монтески Д'Артаньян, двух его кузенов, тело капитана мушкетеров Д'Артаньяна было погребено у стен Маастрихта. Долгое время точное место захоронения было неизвестно, однако французский историк Адиль Борда, проанализировав информацию из исторических хроник, заявляет, что мушкетер похоронен в небольшой церкви святых Петра и Павла на окраине Маастрихта. Несмотря на его добрую славу, незаконность присвоения Д'Артаньянам графского титула при жизни не вызывала сомнений, и после смерти Д'Артаньяна претензии его семьи на дворянство и титулы оспаривались через суд. Но Людовик XIV велел прекратить какие бы то ни было преследования и оставить в покое семью своего слуги. Семья, жена, с 1659 года супругой Д'Артаньяна была Анна Шарлотта Кристина де Шанлюси, дочь Шарля Буае де Шанлюси, барона де Сент-Круа, происхождением из древнего шаролесского рода. На гербе рода была изображена на золотом фоне лазурная колонна, усеянная серебряными каплями, и имелся девиз «Имя и суть моя, добродетель». Дети Луи, крестными отцом и матерью его были Людовик XIV и королева Мария Терезия, был пожем, потом знаменосцем, а затем лейтенантом в полку французской гвардии. После неоднократных ранений оставил военную службу и после смерти старшего брата отца Поля жил в костеле Марии, не женат. Луи крестными отцом и матерью его были Людовик Великий, дофин мадемуазель де Монпансье, был младшим лейтенантом гвардии, компаньоном дофина, полковником кавалерийского полка и кавалером ордена С.В. Людовика. После отставки он жил в родовом поместье матери Сент-Круа. Его женой с 1707 года была Мария Энна Аме, дочь торговца винами из Реймса. У них было два сына – Луи Габриэль и Луи Жан Батист. В 1717 году имел возможность лицезреть российского царя Петра I во время визита последнего во Францию. 5 июня Петр смотрел экзорциции французской гвардии мушкетеров. Войска были расположены на Елисейских полях. Дюк Дэшон с сыном командовали конницей Д'Артаньян и Капеляк, двумя ротами мушкетеров потомки. Внук Д'Артаньяна Луи Габриэль родился около 1710 года в Сент-Круа и как его знаменитый дед, тоже стал мушкетером, потом капитаном Драгунского полка и помощником майора жандармерии. Он, как и его дед Гасконец, был блестящим офицером с манией величия и именовал себя «Шевалье де Бац», граф Д'Артаньян, маркиз де Костельмор, барон де Сент-Круа и де Люпиак, владельцем испа Аверона, миме и других мест. Такое подчеркнуто родовитое дворянство показалось подозрительным, и его заставили объяснить происхождение этих явно вымышленных титулов. Но ему повезло, так как были обнаружены бумаги, где его дед именовался мессир Шарль де Костельмор, граф Д'Артаньян, барон Сент-Круа, капитан-лейтенант королевских мушкетеров, что подтвердило статус рода. И его герб на красном фоне три серебряной башни на ажурном поле был включен в гербовник. Его состояние не соответствовало претензиям. Нуждаясь в деньгах он продал Сент-Круа в 1741 году за 300 тысяч ливров, который прокутил. Вскоре он оставил военную службу и за дешаву уступил советнику налогового ведомства колыбель своих предков – Костельмор. С тех пор он жил в столице, где женился 12 июля 1745 года на баронессе Констанции Габриэль де Монсель де Лурей, даме де Вильмюр. Последние свои дни он доживал в бедности в мебелированных комнатах в Париже. У него был сын Луи Константин де Бац, граф де Костельмор. Родившийся в 1747 году он был помощником майора в иностранных королевских войсках. В армии его ценили как весьма любившего свое дело. Он стал последним в роду Шарля Ажье Д'Артаньяна, хотя уже не носил имени своего славного прадеда. В культуре, литература, жизнь Д'Артаньяна, обильнейши, сдобренная различного рода фантастическими эпизодами, легла в основу трехтомных мемуаров господина Д'Артаньяна, изданных в 1700 году. В действительности этот текст сочинен писателем Гасьеном де Кортиль де Сандро. Сам Д'Артаньян ничего не писал и вообще, как показывают его бумаги, был малограмотен. В XIX веке, когда Александр Д'Артаньян, отец создавал на основе этой книги свой цикл о мушкетерах, 20 лет спустя, век он де Бражелон. Фантастичность мемуаров Д'Артаньяна была уже хорошо известна. Для того, чтобы сделать свои книги более правдоподобными, в предисловии к трем мушкетерам он добавил факты, якобы доказывающие реальность мемуаров. Д'Артаньян включил в героизированную биографию Д'Артаньяна ряд уже существовавших полулегендарных сюжетов XVII века, изначально с ним не связанных. Также Д'Артаньян Д'Артаньян в период между событиями, описанными во второй и третьей книгах трилогии, появляется в пьесе «Молодость короля Людовика XIV». У Д'Артаньян перед смертью получает жезл маршала Франции. В действительности он был полевым маршалом. Маршалом был с 1709 года другой граф Д'Артаньян, его двоюродный брат по матери Пьер де Монтески Д'Артаньян, губернатор Араса, который позже был опекуном внуков Д'Артаньяна. Французский поэт Эдмон Растан написал пьесу «Серана де Бержирак» в 1897 году. После одной из знаменитых сцен пьесы, в которой Серана побеждает Вальвера в поединке, заканчивая стихотворение, Д'Артаньян приближается к Серана и поздравляет его с прекрасным фехтованием. У Александра Бушкова есть роман в двух книгах «Де обратный апостроф Ортаньян, гвардеец кардинала», в предисловии которому написано. В этой книге молодой Д'Артаньян, описанный у Д'Артаньяна, по дороге в Париж останавливается на другом постоялом дворе и вместо того, чтобы поссориться с Рашфором Эмиль Леди Винтер, вступает в конфронтацию с мушкетерами и оказывается на стороне гвардейцев кардинала. История Д'Артаньяна выворачивается наизнанку, он получает отказ в помощи от Д'Атривиле, становится другом графа Рашфора и кандидатом в гвардейца кардинала. Вдобавок влюбляется без памяти в Милледи Винтер, оказавшуюся прекрасной, вполне добродетельной молодой женщиной. Интересно, что главной злодейкой в книге является Констанция Бонасье, в прошлом жена графа Рашфора, заклейменная судом Венеции за соучастие в отравлениях. Эпизод с юной графиней, у которой муж обнаружил на плече клеймо, позаимствован Д'Артаньяна из мемуаров господина Д'Артаньяна, сочиненных Гасьеном де Кортилем. Причем у де Кортилля речь идет именно о жене Рашфора. Кино и телевидение много кинематографистов были вдохновлены романами Александра Д'Артаньяна среди актеров, которые играли Д'Артаньяна на экране. Эми Симон Жерар, сериал «Три мушкетера», Лес Тройс Моусский, Тейрос режиссер Анри Диаман Бирже, Жан Йона Вингтана Сапплис, режиссер Анри Диаман Бирже, Дуглас Фербенко из «Три мушкетера», «Зе три мушкетерс» режиссер Фред Нибла, «Железная маска», «Зе айрон маск» режиссер Алан Дувон, Уолтер Абель в «Трех мушкетерах», Дон Амичи в «Трех мушкетерах», Уоррен Уильям, «Человек в железной маске», «Зе мэн ин за айрон маск» режиссер Джим Суэль, Джин Келли в «Трех мушкетерах», Жорж Маршаль в «Трех мушкетерах», Лорен Спейн в «Трех мушкетерах», Жерар Филипп в «Тайнах Версаля», Жан-Поль Бельмондо в «Трех мушкетерах», Максимилин Шелл в «Трех мушкетерах», Жерар Барре в «Трех мушкетерах», Жан Марре, «Железная маска», Ле маск де ферр режиссер Анри Декон, Жан-Пьер Кассель, Сирана и Д'Артаньян, Морис Барье, захват власти Людовиком Хайви, Ла Прайс де Пау Вуар Парлу и 14 режиссер Роб Расселине, Джереми Бретт в «Трех мушкетерах», Санчо Грессио в «Трех мушкетерах», Армен Джигар Ханян в телеспектакле «20 лет спустя», Майкл Йорк в «Три мушкетера», Подвески королевы, «Четыре мушкетера», Месть Миледи, Возвращение мушкетеров и Мадмуазель мушкетер, Николя Сильбер в телесериале «Влюбленный Д'Артаньян», Луи Журдан, Человек в железной маске, The Man in the Iron Mask, режиссер Майк Ньюэл, Михаил Боярский в «Д'Артаньяне» и «Трех мушкет мушкетерах», а также мушкетерах «20 лет спустя», Тайник королевы Анны, или мушкетерах «30 лет спустя» и «Возвращение мушкетеров», Корнелл Вайлде в «Пятом мушкетеры», Криса Донелл в «Трех мушкетерах», Филипп Нори в «Дочери Д'Артаньяна», Майкл Додиков и в «Мушкетеры навсегда», Габриэл Бирн в «Человеке в железной маске», Джастин Чемберс в «Мушкетеры», Хью Дэнси в «Юных клинках», Лорент Натрайло в «Король», Белкаюш, Логан Лермон в «Мушк мушкетерах», Риналь Мухаммётов в «Трех мушкетерах», Люк Пасквалина в сериале «Мушкетеры». Памятники вовше есть памятник Д'Артаньяну, которого местные жители почитают за земляка в Маострихте, где он погиб. Памятник работы Густава Дори установлен в 17 округе Парижа на площади генерала Катру. Правда он не столько Д'Артаньяну, сколько Александру Дюма, он сидит наверху в домашнем кресле, а мушкетер словно присел на минутку подножия возле своего литературного отца в Париже. В самом начале Рюзюбак Руск есть мемориальная доска, указывающая, что в этом доме жил капитан-лейтенант королевских мушкетеров Шарль Д'Артаньян.